Взрывоопасная ситуация на улице Краснофлотцев. Уже неделю жители многоэтажки сидят на сухом пайке, в доме отключили газ. Сначала проблема была в пустующей квартире, куда не смогли попасть сотрудники газовой службы. Теперь, как выяснил городской дозор, дело пахнет утечкой. Во время плановой проверки газопровода ремонтники смогли попасть не во все квартиры. В итоге газ в подъезде перекрыли. И вот уже неделю жители сидят на сухом пайке. Без газа, как без рук, вздыхают хозяйки. Скороварка и микроволновка, конечно, выручают, но с ними все равно сыт не будешь. Готовить же невозможно. Дети вот сегодня маленькие приедут. Как я с ними буду, не знаю тоже. Ну, на плитке придется готовить. Газа в подъезде нет, потому что аварийная служба не попала в квартиру на первом этаже. Там никто не живет. Жители кое-как разыскали родственников бывших собственников. Но тут новая напасть. Сегодня как бы приехал хозяин, не хозяин, а хозяйки отец. И вроде бы им задушку поставили. И опять проблема в том, что где-то утечка идет. Где именно утечка, выяснить не удалось. В этом подъезде опять не все дома. Ну, сегодня он приходил и не мог попасть на второй этаж и на пятый. Когда, наконец, топливо начнет поступать в квартиры, мы спросили у сотрудников «Екатеринбурггаза». В этом доме проходило плановое техническое обслуживание газового оборудования. И при отрисовке падает давление. Необходимо установить причину. Газовики не вправе брать на себя ответственность пускать газ, не убедившись в справности газового оборудования во всем доме. Как нас заверили, неисправность устранят в ближайшее время. После чего газовикам придется еще раз проверить все квартиры. Когда надо быть дома, людям нужно будет узнать в районной диспетчерской. Понятно, связанные с этим неудобства, но в данном случае жителям следует пойти навстречу газовикам. Ведь все эти меры предосторожности принимаются ради нашей с вами безопасности. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.